добрый вечер всем сегодня мы начинаем читать вторую маковейскую книгу уже по-настоящему сам само повествование такие до сих пор мы занимались прологом предисловием вот а сегодня уже как бы мы ходим само сам нарратив и мы сегодня уже увидим до какой степени эта книга отличается всего того что мы видели в первой маковейской книге речь пойдет о событиях более-менее того же порядка и того же времени и тем не менее они будут описываться совершенно по-другому совершенно другой точки зрения мы как бы это зафиксируем пытаемся объяснить почему это так итак я открываю сразу же открываю текст так так мы в голове 3 а первые две главы были повторяю своего рода прологами предисловиями мы начали немножко не по порядку читать читали сначала предисловия автора вот теперь глава 3 итак когда святому граде по цветым градом естественно подразумевается иерусалим жили еще в полном мире и тщательно соблюдались законы по благочестию и отвращению от зла первосвященника и он же хонио и это они третий это была семья они 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 это была семья которая производила происходило в мире согласно традиции от садока это семья первосвященников чье первосвященство было прервано как раз во время правления антиоха эпифана здесь имеется ввиду они третий повторяю который был сыном шимона второго видимо того самого шимона второго которого в еврейской традиции называют шимона цадик который упоминает автор книги бен сиры и я сразу же отмечу что в первом иковецкий книги о нем ничего не слышно ни о каких праведных первосвященниках не было ничего слышно на мы на это обращали внимание там была семья хасманеев а все власть придержащие как среди греков так и среди евреев воспринимались как абсолютные нечестивцы ни о каких благочестивых священниках речи не было поскольку с точки зрения первого автора первой маковейской книги можно сказать что ну вот сразу же по окончании персидской эпохи во втором храме воцарилась нечестие и лишь приход маковеев изменил дело к лучшему не так это представляется второй маковейской книги как бы там делается совершенно другая попытка описать и историческую эпоху и вот он говорит бывало и сами цари чтили это место и прославляли святилище отличными дарами то есть поскольку сам иерусалим был центром праведности во главе стоял праведный первосвященник но и языческие цари тоже относились к этому месту с подавающим благовением так что и селевк царь азии как тут говорится давал из своих доходов на все издержки потребные для жертвенного служения кто такой упомянутый здесь селевк это брат старший брат антиоха эпифана который фактически можно сказать привел антиоха эпифана к власти выкупив его из за он был заложником в риме и селевк его оттуда выкупил оставив там своего сына деметрия мы когда-то это обсуждали вот так вот именно этот селевк называемый селев 4 филопатор имеется здесь в виду так что если лев царь азии давал из своих доходов на все издержки потребные для жертвенного служения но некто с шимон или симон из колена вениаминова поставленный попечителем храма вошел в спор с первосвященником о нарушении закона в городе надо сказать что здесь есть некоторая проблема текстологическая в более в более выверенных кодексах здесь значится не из колена вениамина а из колена билге и это принимает большинство современных ученых был семья билге это одна из семей 4 священнических семей или черед 24 священнических черед который упоминает автор книги хроник довольно трудно предположить что человек не принадлежащий колену леви оказывается попечителем храма и это при праведном первосвященнике вот поэтому сегодня большая часть повторяю исследователей предполагает что правильно читать здесь симон из колена из семьи билге вошел в спор с первосвященником о нарушении закона в городе а то есть проблемы начинаются с внутреннего конфликта значит вот с этой с этой ссоры мы не знаем в чем состояла эта ссора но судя по всему из дальнейшего можно понять так что этот симон видимо был как-то обижен на первосвященника считая что тот его как-то обошел в доходах и как поскольку он не мог как тут сказано превозмочь они ну они все-таки был первосвященником то он пошел к полонию сыну россия который в то время был военачальником телесири и финик то есть всей области которая включал всей нашей области которая включала себя как рцс рей так и современные ливан или финики и сирию значит этот аполлоний аполлоний на самом деле опять же тут написано сын фросея но в более выверенных текстах здесь сказано аполлоний из старса тем более что в четвертой главе этот же аполлоний называется сыном минисфея вот он был приближенным селевку и был назначен вот этим военачальником келесири и финики и объявил ему что иерусалимская сокровищница симон объявил аполлонию наполнена несметными богатствами равно как несчетное множество денег скоплено и нет них нужны для приношения жертв но все это может быть обращенного власть царя то есть есть излишки которые непонятно что тратится иными словами всему виной донос донос этого симона напомню что в первой маковейской книги всему виной была эллинизация некоторой части еврейского населения желание и их желание быть подобными грекам здесь ситуация иначе есть один злодей один нечестивец который из корыстных соображений поссорившись с праведным первосвященником доносит на него властям аполлоний же увидевшись царем объявил ему обозначенных богатствах а он назначив или адора или гелиодора поставленного над государственными делами послал его и дал приказ вывести упомянутые сокровища иными словами донос принят донос принят значит посылается вот этот гелиодор управитель можно сказать главный главный министр который о котором известно по другим источником что он был другом детства селевка 4 царя и вот он должен вывести эти деньги или адор или гелиодор правильнее тотчас отправился в путь под предлогом обозрения городов килисирии финики а на самом деле для того чтобы исполнить волю царя прибыв живой и русалин и быв дружелюбно принят первосвященником города он сообщил ему о сделанном указании и объявил зачем пришел при том спрашивал действительно ли все это так значит как мы видим первосвященник ведет себя совершенно открыто ничего и как бы автор книги очень четко расставляет акценты кто здесь праведен кто бесчестен и хотя первосвященник показал что это есть вверенное на сохранение имущество вдов и сирот то есть то имущество которое конечно же нельзя забирать по закону еврейскому откладываются средства для вдов и сирот так вот хотя первосвященник показал что это есть вверенное на сохранение имущество вдов и сирот и частью геркана сына тоби мужа весьма знаменитого значит тут то правильнее сказать что часть этого имущества принадлежит геркану сыну тоби значит тоби ады это тоже была очень известная семья которая занимала еще в персидскую эпоху достаточно высокопоставленные посты один из этих тубиадов похоже упоминается в качестве негативного персонажа в книге нахеме тоби я амуни поскольку у них и надел находился в заярдане как раз на территории амона вот о геркане сыне тоби как и о самом тоби и и и о других членах этой семьи много пишет флавий и оси всячески их расхваливая во всяком случае очевидно что они как бы имея большое богатство особенно в эпоху птолемеев что они видимо и сохраняли свое богатство частично в иерусалиме при храме так вот как бы превосвященник дает четкие объяснения тому откуда эти так называемые излишки а вовсе не так как клеветал нечестивый симон и что всего 400 талантов серебра и 200 золота обижать же положившихся на святость место то есть тех самых вдов и сирот на уважение и неприкосновенность храма чтим его во всей вселенной никак не следует опять же очень важно подчеркнуть что с точки зрения автора второго маковейской книги еврейский храм чтим всем миром а его почитают разные цари почитает фактически весь мир и это в соответствии с пророчеством второй сайи дому и наречется домом молитвы для всех народов но его объяснения не были приняты или адор имея царский приказ решительно говорил что это должно быть взято в царское казнохранилище и назначив день он вошел чтобы сделать осмотр этого и произошло немалое волнение во всем городе теперь я обращаю ваше внимание дальше на стиль стиль который свидетельствует о том что автор хорошо знаком с греческой литературной традицией и описывает происходящее в духе как бы вот греческой риторики очень экспрессивно и многословно вот как он пишет священники в священных одеждах повергшись перед жертвенником взывали на небо чтобы тот который дал закон о вверяемом святилищу имуществе целости сохранил его в веревших кто смотрел на лицо первосвященника то есть о ней испытывал душевное потрясение ибо взгляд его изменившийся цвет лица обличал в нем душевное смущение его объял ужас и дрожание тела из чего явно было осмотревшим скорби его сердца то есть как бы такие попытки некоторого психологического описания чуждые автору первой маковейской книги иные семьями выбегали из домов на всенародное моление ибо предстояло священному месту испытать поругание язычник войдет в храм и женщины опоясав грудь вретищем толпами ходили по улицам уединенные девы иные бежали к воротам другие на стены а иные смотрели из окон не очень понятно по этому переводу что такое уединенные девы на самом деле правильно сказать что речь идет о том что незамужние сидели как правило в домах и не выходили из дома самостоятельно у нас есть свидетельство об этом не только из маковейской книги но и из разных других источников так вот в эту трагическую минуту даже они выбегали из домов по воротам на стены иные смотрели из окон все же простирая к небу руки молились и трогательно было как народ толпами бросался ниц а сильно смущенный первосвященник правильно сказать находящийся в сильном волнении первосвященник стоял в ожидании они умоляли вседержителя бога вверенное сохранить целости в веревшем и заметьте что опять же в отличие от первой маковейской книги который бога никогда не называет напрямую максимум говорит небо здесь постоянно упоминается бог они молятся богу или а доржи исполнял то что он хотел сделать и вот задуман и вот здесь мы доходим до некой кульминации которая в высшей степени покажет как бы представит нам разницу между художественным миром первой маковейской книги и второй маковейской книги когда же он или а дор с вооруженными людьми вошел в сокровищницу господь отцов и владыка всякой власти на самом деле написано господь отцов опять же по более выверенным рукописям правильнее сказать власть властелин духов частое определение бога в эпоху второго храма и вил великое знамение все дерзнувшие войти с ним были быв поражены страхом силы божией пришли в изнеможение и ужас ибо явился им конь со страшным всадником покрытый прекрасным покровом быстро несясь он поразил Илеодора передними копытами а сидевший на нем казалось имел золотое всеоружие золотые доспехи явились ему еще и другие два юноши цветущие силы прекрасные видом благолепно одетые которые став с той с другой стороны непрерывно бичевали его налагая ему многие раны образ коней со всадниками это образ библейский мы встречаем его например в книге Млахим так в истории о том как царь Израиля воевал с царем Арама и там в частности рассказывается о том что пророк Ильиша обратившийся с молитвой к Богу с тем чтобы тот спас свою страну свой народ явил тоже великое знамение где множество коней колесниц огненных которые поразили слепотой врагов потом этот образ станет вообще как бы одним из центральных апокалиптических образов в частности в таком известном произведении как апокалипсис или откровение Иоанна в новом завете вот ну вот здесь это тоже проявляется конь со всадником и двое юношей понятно что это ангелы которые бичуют бьют Илеадора осмелившегося переступить порог храма и результат естественно не замедлил сказаться когда он внезапно упал на землю и объят был великую тьмою тогда подняли его и положили на носилки возможно возможно я не уверен в этом абсолютно но возможно здесь действительно скрытый намек на ту историю которую я только что упомянул там где всадники поражают слепотой поражают слепотой врагов Израиля здесь как бы не написано это прямо но написано объят был великой тьмой так что не мог сам идти его подняли и положили на носилки то есть в принципе образ тьмы может быть метафорой состояния близкого к смерти но может быть и подразумевается слепота того который с большой свитой и телохранителями только что вошел в означенную сокровищницу вынесли как беспомощного явно познав всемогущество божие божественную силой он был повергнут он повергнут был безгласными лишенной всякой надежды и спасения они же то есть иудеи благословляли господа прославившего свое жилище и храм который незадолго перед тем наполнил был страхом и смущением явлением господа вседержителя наполнился радостью и весельем если мы здесь подведем промежуточный итог то мы увидим что есть как бы кардинальное отличие нарратива второй маковейской книги от нарратива первой маковейской книги при том что автор первой маковейской книги конечно отнюдь не всегда представляет нам объективное повествование но у него есть некая претензия на реалистичность он никогда не описывает чудеса божественное вмешательство никогда прямо не декларируется максимум оно как бы подразумевается тем что войны и иуды маковея скажем и сам иуда маковей обращается к молитве в молитву богу одерживает победу и понятно по контексту что это одержанная победа малого числа воинов против огромных армий это результат божественной поддержки но прямо он этого не говорит в отличие от него автор второй маковейской книги он постоянно будет создавать ауру чудес да бог непосредственным образом вмешивается в происходящее так как это происходило в библейские времена да это и такой вот интересный момент первая маковейская книга мы говорили постоянно ориентируется на библейские образцы создавая своего рода ремейки библейских рассказов будь то рассказ про пенхаса будь то рассказ про давида и так далее но при этом стремится прочертить некоторую маркационную демаркационную линию библейские времена происходили чудеса это не то что происходит в наше время в то время как автор второй маковейской книги который как раз ориентируется на греческие образцы на он как бы обладает греческой риторикой использует греческую риторику греческие художественные приемы при всем этом он как бы пытается воссоздать библейскую атмосферу чуда значит бог является непосредственным участником происходящих событий и более того как бы мы это будем постоянно наблюдать будет действовать принцип наказания соответствующего преступлению то что на иврите называется меда кенагет меда то что называется в латинском праве лекстелион так и здесь хотя это напрямую не заявлено ну вот гордец гелиодор который попытался войти в еврейский храм был повергнут богом и стал абсолютно беспомощными безгласными не осталось никакой гордыни никак того что греки называют словом хибрис евреи же иудеи могли прославить бога за чудесное спасение далее вскоре некоторые из близких или адора придя умоляли о нею призвать всевышнего и даровать жизнь лежавшему уже при последнем издыхании первосвященник опасаясь чтобы царь не подумал что сделано иудеями какое-нибудь злоумышление против или адора принес жертву его спасение это тоже такой вот существенный как бы сказать отличительный признак нигде не видим в первой маковейской книге какого бы каких бы то ни было экивоков жестов доброй воли по отношению к инородцам они все воспринимаются как нечестивцы как агрессоры как те которых нужно уничтожить и прогнать автор второй маковейской книги который живет живет в диаспоре воспринимает это совершенно иначе значит не следует даже одержав убедительную победу не следует сжигать все мосты наоборот надо как бы вот помолиться за этого нечестивца гелиодора и эта молитва в результате его таки возвращение к жизни приведет к еще большему прославлению бога сейчас мы увидим как это произойдет тоже такая явно такое диаспорное мышление значит иноземные цари которые прославляют бога израиля это важно автору подчеркнуть цари или вожди первое да да все-таки санахи нигде не приносит жертвы за качество молитвы это я помню совершенно греческое что еще раз я не слышу санахи нигде жертвы для в качестве молитвы жертвы в качестве просьбы нигде не приносит санахи герои молятся жертвы значит для достижения социальных принципов это идея совершенно греческая это я с этим я не спорю я же с самого начала сказал что автор как бы использует греческие образцы вот но это не только греческая идея как таковая а значит я думаю что это в данном случае проявления опять таки какой-то диаспорной ментальности да значит принесения жертву принесения жертв за иноземных властителей мы знаем о том что в эпоху второго храма эта практика имела место и потом позже в римскую эпоху такого рода жертвы приносились не обязательно за спасение но за здоровье того или иного властителя вот но действительно такого нет когда же первосвященник приносил умилостивительную жертву значит что за умилостивительная жертва как бы здесь перевод тоже не очень ясен судя по всему подразумевается искупительная жертва искупительная жертва некоторые считают что это так называемое то что называется вторе мирная жертва шламин или вот жертвово искупления греха так вот те же юноши чудо продолжается опять явились гелиодору украшенные теми же одеждами и представ сказали им воздай великую благодарность первосвященнику они ибо для него господь даровал тебе жизнь а то есть не будь его а как бы жизнь тебе бы дарована не была это благодаря его молитве благодаря его жертве а ты же наказанный им возвещай всем великую силу бога и сказав сие они стали невидимы то есть гелиодор не просто возвращается к жизни он должен теперь как бы происходит своего рода некое частичное обращение мы увидим во втором акавельской книге еще случаи так даже полного обращения значит как бы человек должен теперь возвещать величие бога израиля и леодор действительно приносит жертву богу и обещав многие обеты сохранившему ему жизнь и возблагодарив он ее возвратился с воинами к царю и перед всеми засвидетельствовал о делах великого бога который он видел своими глазами такого рода мотива мы встречаем например в книге даниэля в книге даниэля в рассказах книги даниэля тоже текст судя по всему создававшийся в диаспоре рассказывается о том как скажем на уху да носа а потом дари как они прославляют бога израиль освидетельствуют о нем в то же время как бы есть некоторые некоторые и более ранние возможные как бы прототипы того что здесь описывается в случае в связи с или а дором а например вот мы опять же говорили о пророке илише так вот есть история о том как он исцелил от проказы арамейского полководца на амана и тот тоже прославляет бога когда же царь спросил леодора кто был бы способен чтобы еще раз послать его в иерусалим он отвечал если ты имеешь какого-нибудь врага и противника твоему правлению то пошли его туда и встретишь его наказанным если только останется он в живых ибо на месте всем истинно пребывает сила божия он сам обитающий на небе есть страж и заступник того места и приходящих злым намерением поражает и умерщвляет и в качестве итога автор говорит вот что произошло с елеодором и так была спасена сокровищница храм значит вот я тут хотел вам показать по по всей этой истории такое вот знаменитое изображение которое содержится в ватиканском дворце в таком помещении которое называется станция Рафаэля вот это как-то изобразил Рафаэль Санти изгнание гелиодора из храма вот эти этот юноша на коне вот двое юноши которые его бьют и вот сам валяющийся гелиодор люди вокруг вот так вот перед тем как мы будем читать дальше я сейчас дам возможность тем кто хочет задать вопросы сделать замечания вот но еще раз подытоживая мы здесь видим совершенно другой мир нежели тот который мы наблюдали в первом маковейской книге в этом мире есть место явному чуду не зазорно упомянуть вмешательство бога никто не преследует своей целью изображать события реалистическим образом а напротив главное это не реализм а как бы экспрессия нагнетания драматизма и как точка экстремума этого нагнетания естественно чудо происходящее в результате которого награждаются праведные и наказываются злодеи пожалуйста вопросы замечания перед тем как мы перейдем к следующей главе если можно пожалуйста алекс все таки а есть какое-либо соотношение вообще ссылки на то что вот это что помимо второй маковейской книги это то что происходило вы имеете ввиду события которые здесь описаны нет у нас у нас нет никаких никаких подобного рода ссылок и того периода который бы описывали эти события что нам известно фигура самого гелиодора потому что он действительно упоминается в разных местах не только в еврейских текстах а есть даже надпись которая найдена была в дел в делосе где говорится что вот упоминается гелиодор говорится что он был уроженцем антиохии другом детства царя селевка но ничего конечно подобного тому что здесь описывается не говорится хотя сам по себе факт скажем отправления гелиодора царем с тем чтобы он взял деньги да как бы донос Симона и приход гелиодора это не какие-то события которые не имея как бы их подтверждения в других источниках мы обязательно должны предположить как выдуман они как раз вполне вполне реальные вполне в духе времени другое дело что автор как бы использует это для того чтобы передать свое как бы идеологическое и теологическое послание и для него это как бы такая площадка для изображения чудо понятно потому что я могу сказать почему меня это заинтересовало потому что я видел еще в другом совершенно неожиданном источнике очень похоже очень похожая ссылка это ну вот известная вот эта известная стела или одора о том что так сказать он был назначен сборщик скажем так ответственным за налоги по сирии феники ну вот есть еще в индии вы в индо-греческом царстве тоже колонна которая тоже упоминается деле вот и где там которых стал послом от бактрийского царства в индо-греческое царство и в принципе был типа одним из тех кто перешел в индуизм и дальше написывается то есть послание тоже очень не очень нестандартное обращение послание к богу богу богов о том что это произошло и там тоже есть два изображения изображения двух юношей да вот смотрите то же самое имя и более того соответствует примерно когда это был сделан примерно 150 году до новой эры то есть это как раз вполне соответствует хронология ну это послание гелиодора происходило все таки раньше хотя да нет оно раньше происходило да но он тем временем не мог просто так сказать поскольку там были возникли проблемы у в селевкетском царстве в антиохии я он должен был да он должен был бежать и в общем то ничего невероятного нет что он добрался до соответственно там бактрии и бактрийское царство и дальше вот это вот упоминание именно вот этой колонны ну смотрите опять таки значит то что касается гелиодора да то есть у нас как бы есть разные источники которые так или иначе его упоминают вот есть значит как бы стела гелиодора на греческом языке которые упоминают все все эти вещи о которых вы говорите а просто своего рода такое документальная документальная фиксация значит отношений отношений гелиодора с селевком значит возможно то что то о чем говорите вы да это как бы уже как бы некоторые на эту тему дальнейшие дальнейшие как бы создание дальнейших легенд да потому что гелиодор то собственно говоря нет прошу прощения человек это не легенда колонна существует до сих пор колонна то существует я говорю то что в индии я понимаю я говорю не то не сама колонна то что они написаны да значит как бы опять таки есть повторяю есть несколько разных вне еврейских текстов которые упоминают гелиодора в том числе вот я говорю есть так называемая стела гелиодора так называемая царская переписка на камни вот там нету того о чем вы говорите но но как бы вполне возможно что эта история как бы была так или иначе в ходу она была известна и была зафиксирована и на колонии о которой вы здесь говорите вот но это не как бы у нас нет каких-то реальных независимых абсолютно и таких исторических по-настоящему источников которые бы которые бы в объективной форме рассказывали бы историю послания гелиодора в иерусалимский храм и с чем он оттуда вернулся вот поэтому я как бы опять-таки я не знаю в какой степени этот текст который вы упоминаете эта колонна насколько она независимо от ну вопрос действительно когда это было создано создавалось ли это в связи с текстом второй маковейской книги который был известен или нет или это просто как бы версии одной и той же традиции которая имела хождение это так вопрос на который ответа нет вот но опять же возвращаясь к вашему исходному вопросу у нас нет какого-то исторического описания того что произошло с гелиодором в иерусалиме помимо того что есть во второй маковейской книге есть еще вопросы соображения замечания ну хорошо мы тогда перейдем к следующей главе к следующей четвертой главе второй маковейской книги которая которая чудес не будет но будет развитие сюжета связанного с первосвященниками с назначением первосвященника вышеупоминаемый Симон тот кто донес на он сделавшись предателем сокровища от сечества клеветал на он будто он сам поощрял Илиадора и был виновником зла что значит поощрял Илиадора это не очень понятно поэтому греческий глагол который здесь используется эписеио он может значит и поощрять но и значение имеет потрясти и напугать поэтому есть те кто предлагает чтение будто бы он сам напугал Илиадора и был виновником зол то есть тогда получается что Симон продолжает свою линию пытаясь показать что все произошедшее это некая инсценировка о ней как говорит автор книги благодетеля города попечителя соплевенника и ревнителя законов дерзнул он назвать противником правительства когда же вражда дошла до того что через одного из доверенных людей Симона стали совершаться убийства значит что за убийства которые стали совершаться мы не знаем то есть очевидно что как бы здесь имеют место борьба нескольких партий возможно какие-то люди стали гибнуть тогда они видят что борьба опасна что Аполлоний как военачальник или сирии финики неистов стоит увеличивая злобу Симона отправился к царю но не как обвинитель сограждан но имея в виду пользу каждого и всего народа то есть он пытается оправдаться ибо он видел что без царское попечительство невозможно мирно устроить дела и Симон не оставит своего безумия опять же заметим что как бы вот такого рода описание совершенно невозможно в первой маковейской книге потому что автор первой маковейской книги совершенно не не видит какой бы то ни было пользы в обращении к селевкидским царям которые в его глазах являются нечестивцами максимум можно пытаться заключать с ними заключать с ними политические союзы но когда умер селевк и получил царство антиох по прозванию эпифан тогда домогался священно начале я сон брат они обещав царю при свидании 360 талантов серебра из некоторых доходов 80 талантов иными словами что здесь происходит умирает царь у него есть кстати говоря малолетний сын который в принципе мог наследовать престол антиох который как раз возвращается в это время из римского плена захватывает власть нисколько не чувствуя себя благодарным собственному старшему брату который его фактически выкупил и судя по всему как обычно подозревают он убил своего племянника однозначных доказательств этому нет но античные авторы античные авторы пишут о том что судя по всему антиох четвертый захватил захватил престол значит и в этот момент появляется фигура достаточно знаменитая печально знаменитая которого зовут ясон он же иошуа ясон это греческое имя брата он который создает ну по крайней мере если мы полагаемся на повествование макавейской книги он создает прецедент он покупает у царя покупает у царя первосвященство до сих пор ничего подобного не было первосвященство наследовалось по прямой линии и вот здесь создается этот прецедент который вызывает у авторов втором макавейской книги совершенящий ужас при том что сам ясон на явля жопатор он как бы брат первосвященника значит сверх того говорится он обещал подписать еще 150 талантов если предоставлено ему будет властью устроить училище для телесного упражнения юноши имеется ввиду устроить гимназию и эфибию два таких заведения где сначала дети занимались спортивной подготовкой для будущей гражданской деятельности а потом в эфибиях юноши тоже занимались как спортом и так и другими предметами вот он как бы ясон вводит это в иерусалиме более того он просит записать иерусалимцев в антиохийцев или антиохия антиохиянами да то есть фактически так получается по второй макавейской книге он предлагает он предлагает превратить иерусалим в греческий полис соответствующими правами граждан которые значит будут уравнены с правами жителей антиохии столицы царства и антиох царь дает на это свое согласие когда царь дал согласие и он получил власть тотчас начал склонять одноплеменников своих эллинским нравом а и так снова я подчеркну что первой макавейской книге ничего подобного не рассказывается никакие вот эти конфликтные ситуации связанные связанные с передачей первосвященнической должности никак не освещаются поэтому первой макавейской книге ощущение такое что есть какая-то черная дыра появляется антиох эпифан появляются какие-то нечестивцы нечестивцы среди народа израиля которые высказывают готовность и желание жить по эллинским законам и начинаются гонения видимо повторю автор первой макавейской книги не хотел ничего рассказывать о первосвященнических вот этих конфликтах потому что считал что как бы вот между персидской эпохой и макавейским самоуправлением все что было это как некоторое абсолютно греховное и незаслуживающее какого-то серьезного отношения страницы истории значит и в то время как здесь это подробнейшим образом описывается именно для того чтобы показать как постепенно все подготавливало те самые преследования Теоха Епифана и все исходило из как бы из внутреннего гниения в в первосвященнической среде да он как тут говорится начал склонять одноплеменников своим хеллинским нравом или как можно перевести это как эллинство или как сегодня бы мы сказали эллинизм как бы это вторая макавейская книга это это первый документ в истории который этот термин использует эллинисмус да подразумевая вот этот комплекс эллинистической культуры он отверг человеколюбиво предоставленные иудеям царские льготы по ходатайству юнатана царя Евполемова отца Евполемова который предпринимал посольство к римлянам о дружбе и союзе мы об этом Евполеме читали в первой макавейской книге это был посланник иуды макавея а потом его брат ионатан так вот его отец согласно второй макавейской книге юан отец Евполема добился подразумевается селевкидов льгот там и подразумевается видимо те льготы царские льготы которые были получены иудеями от антиоха третьего отца как селевка так и антиоха эпифана который собственно говоря завоевал Рецессуэль отвоевал ее от Уптолемеев и фактически сделал ее селевкидской провинцией он подтвердил действительно все религиозные права еврейского народа как бы подтвердил религиозную автономию и вот как бы автор обвиняет Ясона в том что он фактически привел к тому что то что дано было греческими царями было нарушено и отменено из-за него из-за Ясона намеренно говорит он значит он нарушал законные учреждения вводил противные закону обычаи намеренно под самую крепостью построил он училище для телесного упражнения юноши и привлекший лучших из юношей подводил их под срамную покрышку сейчас мы скажем о чем идет речь но под что за крепость возможно та самая крепость акра которую упоминает и первая макавейская книга которая располагалась рядом с храмом недалеко от храма то есть получается что значит вот гимнасия было построено непосредственно рядом с храмом некоторые считают что крепость здесь это просто храмовая стена и теперь что значит подводил под срамную покрышку или буквальный перевод буквальный перевод подводил их под широкополые шляпы а значит вот мы знаем да по-гречески это это действительно широкополая шляпа которую обычно носили ученики гимнасии фебий чтобы защищаться от солнца значит она эта шляпа считалась посвященной гермесу значит получается что автор второй маковейской книги обвиняет ясона не только при общении к эллинистическим нравам но фактически в падении в язычество что упоминая вот эту самую шляпу значит теперь некоторые комментаторы видят здесь тонкий как бы художественный ход автора значит в танахи есть такой образ подвести под крыла бога а потом в эллинистической литературе появится такой термин конфешхина значит вот празелиты подводятся под крыла бога как например в книге рут это упоминается так вот возможно возможно предполагают некоторые комментаторы здесь такая такое пародирование то есть и сон сделал противоположное подвел что называется под крыла гермеса под эту самую шляпу так явилась склонность он пишет килинизм да вот это вот это слово здесь появляется изближение с иноплеменничеством вследствие непомерного нечестия сона этого безбожника а не первосвященника а то есть как бы в глазах автора макавейской книги у ясона на самом деле мало того что не было формального права быть первосвященником но он и фактически эту святую должность обратил в ничто да он как бы полностью ее профанировал так что как он пишет священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и презирая храм и больше не заботясь о жертвах спешили принимать участие в противных закону играх полестры по призыву бросаемого диска то есть как бы в греческих в греческих спортивных видах так называемом пятибори то что называется по-гречески пентатлон первая часть у которого было бросание диска ни во что ставили они отечественный почет только эллинские почести признавали наилучшим и вот здесь снова автор проявляет свое видение свою концепцию за это постигла их тяжкое наказание тяжкое наказание те самые которым они подражали в образе жизни хотели во всем подобиться стали их врагами и мучителями снова вот эта идея мера за меру ибо нечестиво поступать против божественных законов не безнаказан невозможно как показывает наступающие затем время дальше будет продолжаться рассказ что будет происходить во время первосвященства ясона а затем а затем во время первосвященства его того кто сменил его на этой должности минилая об этом мы будем говорить уже в следующей встрече но во всяком случае опять же подытоживая то что мы прочли а значит получается на самом деле что как бы беда приходит согласно автору второй маковейской книги не столько из-за самого присутствия народ не столько из-за того что иудеи была провинцией селевкидов которые по природе своей нечестивы и распространяли это свое нечестие и из-за того что к этому присоединялись негодяи из народа Израиля так это в первой маковейской книге а во второй маковейской книге ситуация совершенно другая сами цари как бы как правило чтут храм понимают что это святилище великого бога проблема начинается с того что внутри руководство народа Израиля начинает что-то гнить на и праведный первосвященник они вытесняется постепенно разного рода интриганами которые и приводят к несчастью ибо или низирует свой народ но здесь мы опять же поставим точку значит если есть если есть какие-то вопросы и замечания то сейчас самое время их задать то один вопрос почему такое различие в общем-то между первым и первой и второй книгой маковеев почему все-таки там очень многие элементы которые по идее должны были входить они исключаются ну и наоборот потому что сами авторы этих книг представляют собой разные миры автор первой маковейской книги это придворный автор хосмонейской династии по моему предположению которое мы в свое время сделали он живет видимо во времена правления Йоханана Геркана сына Шимона Макобея некоторые считают что еще позже вот он живет в земле Израиля и соответственно изображает события как бы из исходя вот из этой перспективы автор второй маковейской книги мы не знаем его имени не знаем точно где он жил он сам утверждает мы видели что он как бы создал эпитому конспект исторического труда некоего Исона из Кренайки из Керен Северной Африки возможно что и он тоже из Северной Африки может быть как некоторые предполагают из Египта вот но во всяком случае это автор который живет в диаспоре который пишет на греческом языке автор первой маковейской книги пишет на иврике автор второй маковейской книги пишет на греческом языке он отражает ментальность человека живущего в этом культурном греческом окружении и этим объясняются очень многие его концепты в том числе те которые мы сегодня видели буря это что-то кажется хотел спросить да я хотел заметить что этот пассаж по поводу того что шляпы шляпы посвященные гернесы значит что еврейских юношей под шляпы посвященные гернесы вот это он ругает таким образом первого священника но тем не менее я хочу отметить что он тем самым приравнивает еврейского бога к гернесу сам того не замечает ну опять же значит как бы поскольку он напрямую этого не пишет он пишет что он подводил их под эту шляпу широкополую шляпу значит это как бы предположение некоторых комментаторов второй маковейской книги что здесь есть своего рода пародия он то как бы всячески это осуждает это часть и вот это эллинистической ауры которую он вводит да значит но но возможно что он действительно хочет сказать что вот если действительно если в самом деле вот это этот комментарий обоснован то возможно что автор хочет сказать что вот до чего дошло да значит первосвященник который должен казалось бы приводить под крылья бога Израиля занимается тем что подводит под шляпу греческого бога гермеса он не то чтобы их как бы ставить на одну доску но он как бы противопоставляет их друг другу значит есть праведный первосвященник оне который всячески заботился о служении богу Израиля и есть его брат который действует делает противоположные вещи еще вопросы замечательные если народ есть еще вопросы значит вот я единственное что хотел заметить заметить по поводу того что алекс спрашивал вначале судя по всему вот это стела гелиодора о которой вы говорили она датируется датируется 178 годом до новой эры и там нет я читал что это 150 год примерно 150 год до новой эры ну значит видимо есть какие-то расхождения потому что значит ну опять же в самой если мы говорим об одном и том же источнике в самом источнике упоминается гелиодор упоминается его назначение селевкам но нет никаких подробностей такого рода которые есть во второй макавейской книге о том что с гелиодором случилось когда он входил в храм а этого не до этого нет окей значит если есть еще какие-то вопросы и замечания то пожалуйста ну по-видимому нет тогда еще раз большое спасибо вот заключение только скажу что как бы немножко актуализируя всю эту тематику да в реальности как правило вещи происходят скорее так как их описывает автор первой макавейской книги хотя нам очень часто хотелось бы чтобы произошли чудеса подобные тем которые описывает автор второй макавейской книги когда злодеи и нечестивцы терпят немедленное наказание со стороны бога на это остается только надеяться окей амин спасибо всем большое счастливо до свидания спасибо 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 удастся